Привет всем любителям стратегических, тактических, пошаговых игр! Вы видите и слушаете Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет. И сегодня я хочу вам показать игру Король Артур, рассказы рыцарей. Так можно перевести, King Arthur Knight's Tale. На самом деле я вам её показывал два года назад в раннем доступе. Я тоже стримил, тогда она была довольно сырой, но многообещающей. Я после этого про неё забыл, на самом деле. А потом нашёл у себя вот сейчас, нашёл у себя в библиотеке, запустил. И на самом деле уже провёл в ней много времени, оказалось, интересной игрой. Поэтому я и решил вам её показать. Будет такой обзор, стрим, всё вместе. Тут уже есть даже дополнение, вот, продаётся за моей рожей. Но я вам покажу и расскажу об оригинальной игре. В двух словах это смесь XCOM, Darkest Dungeon и какой-нибудь ролевой игры вместе. Хотя тут, конечно, больше тактики, чем ролевой игры. Ну, давайте, собственно, начну. В общем-то, как и в XCOM, у нас есть база, которую мы постепенно отстраиваем. И карта со всякими миссиями. Сейчас вот у меня на карте одна миссия пока есть. Это основная. Потому что я уже побочные все сделал. У меня уже прокачаны герои, как видите. До седьмого, шестого уровня. Шестой, шестой, седьмой, шестой. То есть постепенно у нас эти герои появляются. На базе. Базу вы отстраиваете. То есть вот это я уже построил. И вы их можете улучшать, эти здания постепенно. Круглый стол. В общем-то, мы находимся в мире Авалона. В замке Камелот. То есть туда, куда герои кельтской британской мифологии отправляются. Но в данном случае это мрачная фэнтези. Потому что тут что-то в Авалоне произошло. И он заселен мертвецами. В общем-то, зомби. Круглый стол. Увеличивает количество героев. В лазарете мы можем лечиться. Вот у меня сейчас как раз один из героев лечится. Потому что ранен был в бою. В соборе мы от увечий избавляемся. Вот саркей у нас лечится. От синяков. Не знаю, как ему в таком доспехе, конечно, синяки поставили. В лавке купца можем покупать и продавать различные артефакты, которые у нас есть. На ресталище получать опыт. Чтобы прокачивать тех героев, которые не попадают на миссию. А в миссию можем только четырех героев отправить. Ну и так далее. В общем-то, в волшебной башне мы, по-моему, можем создавать артефакты. А в кузнице их улучшать всячески. То есть, например, если я сюда добавлю броню, то могу ее усилить. Но не хочу сейчас этим заниматься, честно говоря. Хочу отправиться сразу в миссию, чтобы показать, что будет дальше. Кроме того, у нас есть шкала морали, по которой мы движемся. Мы можем двигаться либо по справедливости, либо тирании. Это одна шкала. А другая это старая вера или христианство. Вот у меня сейчас, как видите, я иду по справедливости и старой вере. Уже два бонуса открыл в справедливости. Что каждую миссию при бесплатном лечении восстановление жизни повышается на 50%. А в древней вере плюс 10% к добыче пыльцы, реликвии с пожертвованных предметов. Пыльца это потом можно тут в кузнице использовать на улучшения всячески. Кроме того, есть преданность у героев. Вот она тоже в зависимости от ваших принятых решений улучшает или ухудшает его характеристики всячески. Ну и у самих героев есть специализация. Воители, стрелки, мистик. Тоже стрелок. Это у нас ассасин. Два защитника у меня есть. И тоже два воителя. Теперь, в общем-то, предлагаю отправиться в миссию и глянуть, как проходит миссия. Тут у меня никаких больше других нет, потому что я все побочки сделал. Это вот это основная миссия Сердца Полуночи. Мы сейчас будем пытаться найти короля Артура. Когда-то это место было священным озером Владычицы. Ныне здесь Сердце Полуночи. Когда тут Владычица пыталась исцелить Артура, но тот стал воплощением тьмы. Я должен уничтожить короля и выполнить свое предназначение. Убийте Рыцаря Полуночи. И нам Сэр Мордред нужен в... Это наш главный герой. Мы с ним начинаем. Нам нужен он в пати. Так. Мордреда возьмем. Нет, Сэр Пелиас, он у нас защитник. Я вместо него лучше Сэра Балана. Это у нас воитель. Чтобы атака... А, подождите, а мы... У нас тут уровень, что ли, есть? Нет, это одно очко. Тут все два очка стоит, так что мы не можем уровень добавить. Так, Эктора... Мистика и этого Стрелка. Ну да, наверное, так и... Так и сделаем, этих оставим. Все, можно начинать с Мищи. Давиде, древние боги, мое место силы осквернили, изъели душу, сердце и втоптали в грязь. Хотела я лишь исцелить Артура, как то велело предсказание, но ни в одном пророчестве не говорилось, что все пойдет к чертям. Так, давайте вебку размещу. Так, ну вот, в общем-то, миссии вот так выглядят. Разные карты миссии здесь, где могут... Костер, это для восстановления. То есть, пока постепенно идем по тропе, и нам будут встречаться... О да, сострясь, небосвод окрасился багрянцем, и тут явились мертвецы, не успел прочитать. Отлично, только этого чудака нам тут еще не хватало. Так, чудака или чародея? Грань тонка, я вас дожидался. Так, кто ты такой? Старик? Я отшельник, может, я тут самый... Не мне решать. Как ты решил поселиться здесь, в мрачной долине? Я живу в уединении, приумножая свои знания, и порой даю другим советы. Можно сказать, что я простой отшельник. И чем ты тут занят? Без моей помощи нам не справится... Вам не справиться. Это место и сердце полночий шрам, который оставил в этом мире запретный ритуал. Чудесно. Значит, тут я и покончу с Артуром. К нам добавился еще один... Чувак. Я не научил не доверять чудаковатым старцам, явившимся из ниоткуда. Это его вина тоже. Так, а кто это вообще? Отшельник просто написано. Маг-отшельник. Ладно. Чем больше чуваков в пати, тем лучше. Но больше четырех вас может быть только если в процессе миссии к вам кто-то присоединится. Так, вот алтарь первый. Сейчас, видимо, с кем-то будем драться. Как раз покажу вам бой. Банши чисто? А, да, вон у него приспешники тоже появляются. Сейчас глянем, что он стоит. Отшельник умеет. Огненный заряд. Телепортация. Затуманенный разум. Ну, в общем, у каждого героя есть какое-то количество очков действий. Вот внизу показаны какие-то способности, которые, естественно, с прокачкой появляются все больше и больше. Так, ну, в данном случае с сэром Баланом, наверное, проатакуем. Даже мы, наверное, можем... Так, стрелками, наверное, издалека... Этих подубиваем немножко. Блин, жалко не хватает за один выстрел убить. Потом вы можете сохранить оставшиеся действия на следующий ход. В данном случае я уже не могу ничем походить. Ну, если этот герой не может ничего сделать. Вот это то, что у меня в начале плюс 5 здоровья. Это у меня артефакт у одного из героев одет. Это уже прокачки тут всякие есть. Не обращайте меня. Так, замедление на кого-нибудь могу положить. Что у нас тут? Ну, тут все... Это все не страшные, ребята. Тут только вот Банши будет страшное в этом бою. Ну, не знаю. Ну, давайте на эту пока. Я сейчас просто подойду одним из рыцарей к Банши, чтобы это не подходило. Тут просто атакую. Хотя пробить... Ну, у нее брони нету просто. Я могу больше просто урон нанести. Ну, попробуем. Блин. Уклонилась! Блин! Так, ладно. Тогда у нас еще есть такая штука. Но она, скорее всего, не... Я не смогу наукаутировать Банши, но хотя бы подойду. Просто ударю. Так, сохраняем. Следующая атака цели придется на ближайшего бойца, даже если это союзник. Ну, на Банши вряд ли это сработает. И эти все далеко. Наверное, просто проатакуем. Вот эту. Так, ну все. Конец хода. Не страшно, очки действия снизила пока. Это терпимо. Хотя мы, наверное, сейчас ее атаковать не сможем. Броня, естественно, снижает урон, но постепенно броня с битвами будет уменьшаться. И вот это... Зеленое и красное здоровье. В общем, красное здоровье можно терять. Но когда вы начинаете терять зеленое здоровье, то вам придется лечиться потом в лазарете, и более того, у вас повышается шанс получить рану какую-то, которая уменьшает способности ваших героев. Так, я готова, видели? Переведено, хотя это мужик у нас говорит. Так, кого мы тут? Блин, ни до кого не дотягивается. Черт, и видите, она снизила очки действия. Ладно, давайте мы, наверное, тогда вот сюда. Не, подождите. Сначала этим постреляем. Хоть одного добу и убьем? Нет, не убьем. Ну, может, очки действия у нас Банши снизила. Так, призовем вот сюда. Ну, просто один ход. Но мы хотя бы вот этого убьем им. На один ход буквально призывается чувачидло. И он сразу в конце хода исчезнет. Так, вот этим можем подойти и проатаковать. Видите, тут не хватит для атаки. Но я подойду, подойду и снижу. Ну, на Кате полечится скорее всего. Банши с следующим ходом лечится сейчас будет. Об меня причем. Заберет у меня здоровье и вылечится. Телепортация, затуманенный. Ну, кстати, затуманенный разум можно на кого-нибудь из этих. А, я только до этого дотягиваюсь. Блин, ну, может, он Банши проатакует? Ладно, наложу за туманенный разум. Может, он Банши проатакует? Хотя и мой герой тут рядом находится. О, только она уклонилась. Нормально, нормально. А, нет, просто атакует. Ладно, это нормально. Видите, блок и минус одна броня. Сейчас тоже будет блок, блок. Что очень высокая броня у моего защитника. Удар в спину он бы прошел, если бы не защита. А пока тут танки все стоят впереди. Так, у моего вот этого чувачка есть удар по области. Красиво вот этих троих. Хринак! Косю ясь конюшину практически. Добили там, ну, там просто разница есть от меньшего до большего. То есть прошло больший удар. Так, ну, кажись, и Банши мы должны завалить, потому что у него два удара будет. Да, блин. Вот сейчас у меня постоянно 60 фпс в игре. Но когда игра выходила... Вот в раннем доступе, когда я стримил, я помню, там вообще... Блин, уклонилась. Блин. Банши, уклонистка от службы в армии. Там тормозила игра, дай боже. Но они оптимизировали ее, слава богу. Ну вот, сейчас, видите, полечилась об меня. Забрала у меня здоровье и сама полечилась. Ну, сейчас, надеюсь, мы ее добьем таки. Есть. Так, ну, осталось вот это. Ну, это уже изи, как говорится. Так, ну и что? Очистили алтарь. Выросло дерево, все красивое. Красота. Владычица всегда держала при себе трех чародеек. Символ триединства. Трилика дева, мать старуха. И каждый посвящен алтарь. А вот, смотрите, эти зомби превратились в девушек. Молодых, вываляются мертвые. Ну, пошли дальше. Видите, отшельник должен выжить и очистить все алтари лодыжицы озера. Если кто-то вот в эту зону бдительности попадет, то они будут, знаете, ближе подойдем немного, они будут проатакованы. Заканчиваем ход. Можно ускорить, просто на паузу зажав. Вот, видите, только что попал. И этот, нифига, его отбросило. Ну, нормально. Из этих подошедших добьем. Или лучше... О! А если тут надо добивать, через три хода он восстанет обратно. Ведь три хода отсчитывается, если его не убить. Что ты хочешь? Что? Я здесь, чтобы сервить. И этих оставим на бдительность. Пускай подходят. А, блин, тут еще алтарь, который призывает. Ну, блин, нам надо подходить туда, конечно. Иначе он будет постоянно призывать новых. Так, ну пошли вперед тогда. Этот давайте сюда. Ну, чтобы зону контроля рядом с этим. Тут есть зона контроля. То есть, если мы рядом стоим, то он уже отойти не может. Иначе получит урон. Ему лучше стрелять, по мне. Но мы сейчас, по идее, этих тоже должны убить, мне кажется. Так. И... Трупики надо добивать, я думаю. Крупни встали. Так. Три хода. Три, три, два. Этим Мордредом, наверное, добьем. Ладно, этот проатакую. Этого проатакую. Ну, у него горение было, поэтому он исчез. Так. Минус к очкам действия. Все, походит. Это у нас танк, так что я его всегда вперед веду. Этим давайте кого-нибудь... Вот этого... Мочканем. Чтоб не встал. Что, я вообще проатаковать не могу? Она у нас только очки действия убрала. Вот этот станет следующим ходом. Ну, гуд. А, она подойдет, у него брони немерено. Я не думаю, что он что-то сделает. А вот этим я бы не подходил. Вера и тепловаривание, благородство и старая вера. Видите, встал обратно. А, и тут... И тут разведен ход был. Блин, тут уже лишь два хода висело. Но гуд. У него же до хрена было тут брони. Блин, что-то какая-то жопа началась. Внезапная. А этого надо убить. Он мне в спину не стрелял. Так, ну надо еще повернуться в определенную сторону. Ну, вот так, чтобы это в спину не било. I fight for honor. Подходим, подходим. Ну, видите, вот труп еще добивать надо, конечно. Не очень приятненько. Вот. What's it gonna be? I can take them all. I fight for honor Ready I am ready Так, ну вроде все путем Банши добьем Потом с этим алтарем расправимся С тотемом, костяной тотем Сохраним, наверное Подходим Эти, конечно, стрелки неприятно Но они немного урона наносят А вот Банши Банши надо точно Да, у отшельника есть телепорт Но у него брони мало, чтобы телепортироваться И достаём О, достаём Так, вот эту фигню добить надо Так, я бы не подходил, чтобы они не стреляли Те, пускай лучше по моим танкам стреляют Ну и сейчас нету смысла использовать телепорт Потому что мне не хватит очков действия Даже если я телепортируюсь Мне не хватит очков действия добить Кого-либо Да блин, почему ты по этому стреляешь, тварь? Так, ну, кажется Минус Банши должна быть Если, конечно, уклонение не пройдёт Отлично Так, вот тут щит Подходим Блин, не дотягиваюсь до второго К сожалению По тотему постреляем А, так этот ещё можно стрелять Ну, он кого-то говорит Ладно, тотем убью, чтобы новый не появлялся Ладно, коти, вот тут можно, наверное, и телепортацию сделать Всё Починили алтарь Вызвали водопроводчика Алтарь починен Сейчас узнаем, что он ещё даст Источник силы бьёт из-под земли Озеро крепчает Сила владычества растёт Нет, это XCOM Это мрачный средневековый XCOM А не Disciples Глянем, что это даёт Долгая резвость Это, видимо, очки действия добавятся Два очка действия до конца текущей миссии Ну, вот тут я Мордорду, наверное, дам, как танку Около костра можно... Ну, то есть вы отдыхаете, как бы Вы либо здоровье восстанавливаете Либо броню восстанавливаете Но мне, я считаю, что пока нету смысла Можно оставить... Даже есть ачивка такая Чтобы пройти миссию без использования костра Этих зелий и свитков Чё, это король Артур? А голова где? Голову где-то потерял Голову где-то не будет Голову где-то не будет Тут, я хотел сказать, чё, один на один не вышел Потому что тут есть Иногда битвы реально рыцари один на один Ты можешь вызвать рыцари на поединок там И один на один питься Это終了 Эта айленда слишком маленькая для двух круглых столов Так, мы не завершаем миссию Надо сначала проверить, что тут Нету какого-нибудь лута ещё для нас А он может быть Обычно так и бывает, что кто-то тут чё-то Вон О, реликвию Нашли Ну Жёлтая это реликвия Синяя это редкая А зелёная такое обычная А больше вроде ничего нет Ну, теперь завершаем миссию По завершению По завершении миссии нам показывают Чё мы там Набивали О, мультик какой-то покажут даже Владычица озера Куда-то поплыла Доспех Этот доспех у рыцаря похож на... В конце Это только начало, сэр Мордрид Это милия закончилась Это не закончилось Я ошибся А, я убил этого, который мой старый враг был Ты уничтожил один аспект от Крена Артур Крена Анатур Крена Артур Крена Артур Крена Артур Что ты делал? Что я должен был сделать Я пытался вернуться Я даже пробил некоторые правила Но эта меча была настолько сильная Я даже не могла на ней С моей последней длины Я уничтожила Авалону А ваша магия Крена Морта Не могла уничтожить его Нет Он уничтожил его Среди 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 Вы просто уничтожили Один из них Так Так Моя борьба с Артуром Не закончена Я буду бояться Или радовать? Или радовать? Убейте три души короля Артура В загробном мире занимаешься тем, что убиваешь души короля Артура Ну и вот конец Седьмой уровень получили Блин, сэру Эктору чуть-чуть не хватило до 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 еще одного уровня Деньги И строительные ресурсы Это на улучшение Нашего замка Соответственно Делается Сейчас вот опять так Сэр Кей исцелился от раны Сэр Тристан Восстанавливает жизнь Тут нам Опять же Сэр Акея теперь в лазарет Вот видите У него Он раненый То есть мы пока от раны Но теперь надо, чтобы он исцелился еще Его отправляем, чтобы быстрее Он это сделал Бесплатно две миссии Платно за одну миссию Он вылечится Дальше, кстати, еще сэра и Вейна можно Ну, в данном случае, наверное, оставим его Хотя, у нас есть еще кого отправлять Посмотрим Я могу улучшить? Да, еще для второго героя есть ячейка То есть, в принципе, можно его Вообще, надо посмотреть, на что нам еще деньги тратить Давайте глянем, нету ли тут каких-то побочных О, события Вот события Это мы не отправляемся туда, а просто выбираем какой-то результат Некий друид потребовал моей аудиенции Похоже, корнем проблем вновь стал сэр Эктор Его злосчастный ритуал пробудил к жизни мертвецов Среди которых оказался чародей, что был крайне силен при жизни Теперь его неупокоенный дух бродит по лесам близ моста печали И всякий миг рискует пасть жертвой темных сил По крайней мере, так считает этот глупец друид Хотя, кто его знает, может он и прав Значит, смотрите Сэр Эктору придется лично исправить свои ошибки Будет недоступен в течение одной миссии И мы плюс один к справедливости получим Попрошу другого рыцаря решить эту проблему Просто выбранный герой будет в течение миссии, но ничего не пройдем не по шкале этих И отправлю друиды во сфаяси Старая вера снизится и плюс еще один к цирании Ну и так я иду по пути справедливости Пускай исправляет свои ошибки Без сэр Эктора Видите, одну миссию он недоступен И вот мы по благородству еще чуть выше поднялись Тут вот шкала морали еще записывает все мои выборы Что я делал По этой шкале морали шел Так, и одна главная миссия Нету побочных, кстати Замок в осаде Побочных вообще почему-то не появляется пока Чисто по голове Но я много побочных так сделал до этого Не буду врать Так, у нас уровень у Мордреда, кстати Так, что возьмем Молниеносное рассечение 30% к ментальному сопротивлению Но у него вроде и так, так Крепость плюс вот 10% к жизни Очкам здорово и физическому сопротивлению Герой теряет на 1 очко действие меньше от Сигелов тяжелой брони Но это просто вот эта защита, видите Минус 2 Написано минус 2 Кстати, может взять Чтобы был не минус 2, а минус 1 Я думаю, вот эту возьму Почему на минус 2? А, слушайте, тут еще вот так можно улучшать, я не заметил Броня на 1 повышается, броня на 1 Но это 1 очко стоит, кстати, может использовать Так, а тут что? Дальность действия грозового задания, но это не особо 25% к урону Это тоже интересно Выносливость плюс 10% к жизни Это все у него и так нормально Блин, я не заметил, что вот эти еще маленькие можно улучшать всячески В общем, мне вот это нравится, чтобы броню снимал Грозовой заряд Так, а здесь что? Плюс 25% к урону Время перезарядки на 1 ход Вот Дальность действия тарана Но это мне не Показать, еще можно к урону оружием от тарана повысить Ладно, снимает броню давайте Тоже 1 очко навыка Ну, еще можно, наверное, показать Всякое снаряжение, которое можно использовать Но это я все продам Тут ничего интересного Вот тут мы получили кольцо зараженных реликвию Давайте глянем Дает навык призыва потерянного Создает ходячего мертвеца в указанном месте Один раз за миссию только можно Если после атаки герой уровень жизни бойца ниже 10% Он погибает Ну, такое Давайте по редкости отсортирую Тем, которые можно использовать Видите, у всех практически какие-то реликвии используются Так, это что? Стрелок Талисман заряда Давайте мы, наверное, ее сейчас возьмем с собой Так что можно использовать Одну очко движения И дает 2 очка действия за первый ход в каждой стычке По-моему, прикольно Так, жетоном ранен Игнорирую 25% По количеству пробития брони При вражеских атаках И плюс жесть жизни Тоже нормально возьмем Какие-то бидончики Прямолинейный артефакт По губы Одну очку движения без урона Два к урону против бойцов без урона Вот это, наверное, возьму И это возьму Так Теперь В кузницу Продаем Не нужно Синяя, наверное, пока оставь Потому что мы можем новых героев получить А, это кузница Лавку купца Продавать Новых героев можем получить И им понадобятся эти все Пока оставляем Так И я хотел В лазарете Добавить Еще одну ячейку И туда Вот этого парня А он и так За одну миссию Вылечится Видите, по одной миссии будет Так Отлично И теперь Отправляемся На следующую миссию Ну, в общем-то Для обзора Это очень параллельно Обзор Записываю Помоги леди Гвеневре победить атакующих Владычица сказала, что ждать знака от королевших негода убил Якобы она укажет путь к осколкам души Артура Своими загадками Владычица мне явно намекала на Гвеневру И я ничуть не удивился, когда внезапно получил послание от леди И пережил его мне Ворон Гвеневра под осадой Если я изволю ей помочь, она подскажет мне дальнейший путь Так Мордред Сэр Балан Значит, леди Диндрейн я хотел взять И, наверное, Тристана Тристан у нас Ассасин будет Так, на этом обзор я закончу, стрим продолжу А обзор, пожалуй, на этом Все Я думаю Более-менее рассказал, показал и объяснил Дальше, ребята, играйте сами Мне кажется, игра прикольная Потому что я вам показал уже На высоком довольно уровне То есть уже несколько часов во все Это несколько десятков часов, я даже так бы сказал Я думаю, что это не просто Более-менее Продолжение следует...